Всем привет! Начну я наверное с того, что на канале были уже обзоры и сравнения версии с 35-кой в первом выпуске, скажем так. Потом был такой же, только другого анодирования с M390, обновленная версия. Но вот и пришло время рассмотреть третью версию данного ножика в черном исполнении. Скажем так, продаются они в двух исполнениях, просто черный целиком лезвие, а также, ну если верить описанию и заявлению производителя, то это карбид Верльфрама. Насколько это является правдой, вопрос сложный. Давайте в принципе сильно подробно не будем останавливаться на всем, просто посмотрим исполнение. Это такое какое-то черное воронение или травление, называйте как хотите. Сатинированная фурнитура, вот такая обработка. Это края, грани верхние немножко потертые, отшлифованные, поэтому создается вот такой контраст. Ну, прикольно. Все остальное в принципе, так же самый керамический шарик, клипса той же жесткости, сталь 35-ка заявлена. Фишка данного ножа является, это наличие вот такого фиксатора колесика, которое для того, чтобы отогнуть фрейм, нужно нажимать. Клиночек по центру, механика никаких вопросов не вызывает. Чем эта версия еще отличается от предыдущих? Это то, что я заметил по... Сейчас закрою, чтобы удобнее показывать было. Это отличие по фурнитуре. Если здесь фурнитура и на этом, и на М390 версиях такая stonewoshная, плюс снятые фасочки по периметру, по всей фурнитурке, то здесь хочу обратить внимание, что грани четкие, плюс сатинированная поверхность. Что на крупных, что на мелких винтах. Давайте еще, скажем так, поставляется точно в такой же сумке, вином, комплектация, ключик в комплекте для раскручивания и фирменная салфетка. В принципе, ничего не отличается от предыдущих версий. По параметрам, для тех, кто не знает, общая длина ножа у нас 22,5 см, длина режущей кромки, ну, почти 10 см, 9,8 см, само лезвие 10 см. В сложенном состоянии ножек у нас 13 см. Давайте еще взвесим пока вес, вес ножа 156 грамм, а ну-ка, с 35 см. Тут бусина, тяжело сказать, 153, я думаю, что все то же самое. Я думаю, отличий тут нету. Толщина по обуху у нас 4,1 см, да, видно, 4,1 см. Еще заметил отличие по сведению. Возможно, это именно этот экземпляр, но в тех экземплярах и с М390 сведение немножко потоньше. Более точно, давайте глянем. Ставим на 0,4 см. И смотрим. Ну, вот видите, 0,4, нет, 0,5. Ну, вот, сведение 0,5. Я бы сказал, блюкует. Видно, что сведение 0,5. Тех ножиков сведение потоньше, у тех ножиков где-то 0,4-0,35, если так памятнее не изменяет. Ну, давайте еще, конечно, разберем, посмотрим, что у нас в середине. Вот так вот нож выглядит в середине. Левая плашка. Есть облегчение, есть проставочное кольцо, или шайба под подшипник. Нож собран на однорядном керамическом подшипнике. Вот такие выборки в самом лезвии. Ну, и для тех, кто не видел, может быть, пропустил предыдущее видео, посмотреть, как вот это фиксирующее кольцо или шайба, колесико, точнее, правильно, выполнено. Присутствует сухарь. Так вы нажимаете и опускаете. Видите, тут вот выборка сделана. Если его не отворачивать, то оно не продавливается. Ну, и все, тоже есть облегчение. В принципе, ничего, кажется, ничем они не отличаются от предыдущих. Сейчас я ножик соберу и заново включимся. Ну вот, ножик заново и собран. Все у нас по центру. Механика еще раз улучшилась. Я каждый раз говорю об этом, о том, что желательно, ну, на мой вкус, как говорится, убирать заводскую вот эту густую солидольную смазку, потому что, особенно в зимний холодный период, механика, ну, страдает сильно. После того, как добавляет жидкое масло, механика становится вообще отличнейшая. Что по ножику? Ну, лично мне, конечно, больше нравятся все-таки вот такие цветные версии. Ну, кроме серого. Если взять, рассмотреть версию с черным клинком, просто черным клинком, ну, я, честно говоря, не сильно ее понимаю. С вот таким, как говорится, цветным, если так можно выразиться, с напылением, он хоть как-то придает какую-то изюминку, шарм своеобразный. По поводу удержания, ну, все уже сказано в предыдущих роликах об этом. Поэтому, кому нравится или есть желание, ну, конечно, цена у него сразу кусается, за счет, у них долларов 60 разница между просто черным клинком и с вот таким вот напылением. В остальном, ручка, конечно, смотрится прикольно. Со стороны практичности черный, конечно, выигрывает. На нем будут любые потертости, любые царапины, как по мне, видны меньше. Потому что все-таки на анодированных поверхностях более заметно, более, по крайней мере, потертости. Царапины здесь будут видны, но потертости нет. Однозначно изюминка этого ножа. Это шарик. Очень мне нравится, когда выполнены клипсы именно с вот таким вот, Веномовским. Сюда бы еще куда-нибудь добавить третьевую колбу, чтобы он светился в темноте. Я не знаю, как-нибудь интегрировать в долу или куда-нибудь. Ну, можно было бы подумать. А так, отличный представитель линейки Нью Концептов. Также Веномов в целом. Поэтому, кто хочет, может выбирать любой достойный вариант от Кевина. Думаю, у него, в принципе, плохих ножей практически не встречается. Ну, как-то так вот. Отлично подходит в эту линеечку. Думаю, можно смело врать, особенно с напылением. Ладно, спасибо. Надеюсь, кому-то было интересно. Субтитры сделал DimaTorzok